День народного единства 4 ноября наша страна отмечает День народного единства. Этот праздник напоминает нам о событиях 1612 года и окончании смутного времени в России. Памятный день призван способствовать сплоченности всего русского народа. Подробнее о его истории расскажем в следующем сюжете. В конце 16 века в российском государстве началась эпоха больших перемен. Пресечение династии Рюриковичей привело к бесцарствию, а управление Московской Руси с тех пор стало постоянно меняться. Все это привело к раздаче земель и ослаблению государственных позиций. Именно в это время стремились взять власть в свои руки польские захватчики. Первым призвать русский народ и встать на защиту Отечества и Православия предложил патриарх Гермоген. И уже в 1612 году нижегородский земский староста Кузьма Минин вместе с новогородским князем Дмитрием Пожарским собрали народное ополчение. В нем участвовали представители всех народов и сословий, благодаря чему удалось освободить Москву от иноземных захватчиков. Праздник Дня Народного Единства был учрежден в России в 2005 году. С тех пор его ежегодно проводят 4 ноября. Праздничные мероприятия идут не только по всей стране, но и за рубежом. Исторические лекции и спецпроекты провели руководители русских центров. Яркие торжества прошли в Киргизии. Все гости и друзья русского центра в городе Кант не только узнали об истории народного праздника, но также приняли участие в тематических развлечениях. Свои поздравления в адрес соотечественников отправили сотрудники и гости русского центра в Будапеште. В Будапеште и русский центр поздравляем! Отметили День Народного Единства также в Швеции. Соотечественники провели музыкальный онлайн-фестиваль. Участники исполнили старинные романсы и современные песни на русском и шведском языках. Седьмой международный форум русскоязычных вещателей СМИ завершил работу в Москве. Деловую площадку посетили участники из России, Австралии, стран СНГ и других государств. Отечественные и зарубежные профессионалы рассказали о том, как научиться делать инновационный и качественный контент. 28 октября на крупнейшей коммуникационной площадке МИА «Россия сегодня» прошла встреча известных деятелей СМИ и представителей русскоязычных медиа, деятельность которых направлена на вещание в странах дальнего и ближнего зарубежья. Главной темой в этом году стал поиск новых перспектив и форматов для развития отечественных СМИ. Хотела бы сказать слова искренней благодарности, признательности коллективам всех, без исключения средств массовой информации, которые вещают на русском языке, развивая этот язык и давая возможность людям, на которых именно русский является языком и общения, и культуры, и потребления информации, иметь альтернативную точку зрения на различные мировые процессы. Гости деловой программы приняли участие в круглых столах. Они обсудили особенности работы интернет-портала в современном мире, а также рассказали о тенденциях вещания за рубежом. Уникальное исследование о будущих возможностях развлекательного контента представил генеральный директор информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов. В сфере культуры России огромную роль играют госучреждения. Огромную роль. В Соединенных Штатах Америки такого даже представить себе невозможно, чтобы там была одна государственная, например, телерадиокомпания, которая бы задавала тон. В России правила игры задаются государственными организациями за исключением некоторых направлений. К примеру, в киноиндустрии очень сильна роль частного капитала, даже в чем-то можно говорить. При этом государство дает хорошие, большие, серьезные деньги. О работе службы радиовещания рассказали участники круглого стола из России, Австралии, Англии и стран СНГ. Эксперты отметили актуальные проблемы, связанные с распространением русскоязычного контента. Фонд «Русский мир» в 2007 году по указу президента России Владимира Путина был создан. И в 2009 году по решению руководства фонда была открыта интернет-радиостанция. Наша целевая аудитория, она очень обширна. Это иммигранты, соотечественники, иностранцы, которые изучают русский язык, которые интересуются Россией. Для них специально мы делаем программу «Сказкин дом», поэтический концерт, театр у микрофона, куда приходят известные актеры, читают классику и достойные современные произведения. В этом году форум прошел в смешанном формате. В режиме онлайн свои мастер-классы и семинары представили ведущие зарубежные эксперты. В организации мероприятия поддержку оказало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Современные писатели и поэты из России и из стран зарубежья получили награды на 12-м литературном форуме «Золотой витязь». Участники представили работы по художественному переводу, драматургии, а также детской и юношеской литературе. Более 300 произведений в этом году отправили на конкурс публицисты из России, Болгарии, Аргентины, Германии и других государств. По мнению Организационного комитета фестиваля, каждый из этих участников продолжает традиции классиков отечественной литературы, творчество которых объединяет всех русскоязычных писателей. Мы накопили большой потенциал. Мы провели 30 кинофорумов, 20 театральных форумов, по 12 форумов литературы, музыки сейчас проходят у нас параллельно. Еще и музыкальный форум «Золотой витязь» мы открывались в консерватории, и недавно мы аккумулируем действительно все самое лучшее. Жюри литературного форума «Золотой витязь» представили ведущие члены Союза писателей России, а также лауреаты международных профессиональных конкурсов. Они ежегодно отбирают работы участников в номинациях «Проза», «Поэзия», «Публицистика», «Литература» для детского и юношеского возраста, «Литературу по истории славянских народов», а также «Драматургия» и «Художественный перевод». Вот задача «Золотого витязя» — собирание русских сил очень созвучна тому, что пытаюсь сделать в литературе ведения нашем, а именно в большом времени русской культуры показать, что такие авторы, как Лесков и Достоевский, Достоевский и Тургенев, они не сражаются на фронтах идеологической войны, как это часто у нас, к сожалению, до сих пор подается и в школе, и в университете, а являются гранями великой русской культуры. Высшую награду форума и золотую медаль имени Пушкина за выдающийся вклад в литературу получили Игорь Золотузский, писатель Владимир Куприн, а также Дмитрий Мизгулин. Специальный приз от Славянского форума искусств также получил профессор, доктор исторических наук Петр Толочко за свою книгу «От Руси до Украины». Форум искусств «Золотой витязь» славится разнообразными направлениями творческой деятельности. Это кинематограф, театр, литература, музыкальное искусство и живопись. Каждый год комитет фестиваля проводит множество творческих встреч и лекций для всех желающих. Участники форумов получают здесь рекомендации от ведущих режиссеров, сценаристов и деятелей книжной индустрии России. В день рождения Армена Джагарханяна в Театре «Прогресс-сцена» состоялось открытие нового 26 сезона под руководством художественного руководителя Сергея Газарова. О ребрендинге, премьерах и планах театра на будущий год узнаем из следующего сюжета. Московский драматический театр под руководством Армена Джагарханяна был создан в 1996 году. Сначала он назывался просто «Театр Д». Первой постановкой стала «Последняя лента Крэпа» – моноспектакль Армена Борисовича Джагарханяна по пьесе Сэмюэлла Беккета. Новый художественный руководитель Сергей Газаров был главным режиссером театра Джагарханяна с 1998 по 2000 год. Он сыграл большую роль в формировании труппы того времени и поставил знаковый для театра спектакль «Возвращение домой» по пьесе Гаральда Пинтера. Главную роль в постановке сыграл Армен Борисович. У нас существует Чехов, у нас существует Достоевский, самое главное у нас существует Константин Сергеевич Станиславский вместе с Немировичем Ивановичем Данченко. Нам есть что показывать, чем гордиться. Я считаю, что Москва должна стать главной театральной столицей мира. В этом году визитной карточкой театра стал спектакль «Балалайкин и Ко» по роману Михаила Салтыкова «Щедрина. Современная идиллия» в инсценировке Сергея Михалкова. К работе над этим спектаклем режиссер пригласил известного сценографа Владимира Орефьева и художника по костюмам Марию Боровскую, в сотрудничестве с которой режиссер выпускает уже третий спектакль. Первые два в театре Табакова. В малом зале на «Спортивной» сегодня проходят как классические, так и новаторские постановки по произведениям современных авторов. Одинаковой любви и признания заслужили такие разные спектакли, как «Водевиль» по произведениям Чехова и «Череп из Канемары» по пьесе Мартина Макдонаха. Сегодня театру интересна классика в современном прочтении, режиссерские исследования, эксклюзивный контент и концепт новых форм. Накануне в театре «Школа современной пьесы» прошел клубный вечер «Датская стихия», который подарил зрителям выступления известных артистов, поэтов и драматургов. Подробности в сюжете. Ведущими вечера были заместитель художественного руководителя по творческим вопросам Екатерина Кретова и заслуженный артист России Вадим Калганов. Зрители услышали великолепную музыку аргентинского композитора Астора Пьецолы. В этом году ему исполнилось бы сто лет. «Датская стихия театра» «Школа современной пьесы» названа так, потому что посвящена датам, юбилеям, памятным событиям этого года. Концерт собрал на сцене Эрмитажа поэтов-писателей-композиторов, которые отметили свои юбилеи. Юлия Ким, Ирина Алферова, Вадим Жук, Александр Минкин, Елена Исаева читали стихи других юбиляров. Николая Некрасова, Осипа Мандельштама, Николая Гумилева, Мусы Джалили, Николая Рубцова, Агнии Барто и не только. «Поэзия возникает или от глубоких размышлений, или от очень сильных чувств, которые тебя поразили. И тот, кто может достучаться, слава ему». На вечере выступали не только юбиляры, но и другие не менее любимые артисты и поэты. Среди них Владимир Вишневский, Джульетта Геринг и Олег Царев. Евгений Козлов читал стихи Аполлона Майкова. Кирилл Снегирев, Николай Некрасова, Ирина Алферова, Николай Гумилева. «Я рос и на советских поэтах, и кумиры моего детства, поэты-шестидесятники Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский. То, что они в зрелости стали мне старшими товарищами, признали меня как коллегу, приглашали на свои вечера. Евтушенко даже статью про меня написал «Наш Састрадамус». Это для меня выстроенная, но одна из главных удач жизни». В программе вечера звучали не только стихи, но и песни, а также интересные факты о великих людях и подробностях исторических событий, которые вдохновили зрителей еще раз обратиться к их поэтическому наследию, но уже с новым видением. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете прислать по адресу новости.rm.sobaka.yandex.ru До новых встреч и до свидания!